Карта визуализации желания и как сделать ее правильно. Привет, дорогие мои друзья! С вами Елизавета Волкова. Вы на канале О Силу Мысли. И я хочу вам рассказать, как я лично делаю карты желаний, которые у меня срабатывают. Вернее, даже не карты желаний, а карты визуализации желаний. Есть разница, и сегодня об этом. Я знаю, что в интернете есть огромное количество видео на тему карты желаний, и есть какое-то определенное правило, как делать карты желаний. Я вообще не сторонница каких-то жестких правил, и я вам расскажу, как я делаю свои карты желаний, и скажу те вещи, которые я считаю абсолютно чушью и неправдой про карты желаний. Во-первых, у меня есть отдельное видео, как срабатывали карты желаний. Я делала классную подборку, хотите вдохновиться, обязательно смотрите, будет ссылка на этот ролик. Также, если у вас срабатывали какие-то карты желаний, и потом пишите мне в комментарии. Итак, ребят, какие вот есть правила лично для меня, когда я делаю карты визуализации? Первое правило — это вот у меня есть какое-то желание. Я не делаю огромные карты желаний, это вот такой прям на всю жизнь. Я делаю, но это не про этот случай я сейчас хочу вам рассказать. Здесь нужна нам именно карта визуализации. К примеру, у вас есть какое-то конкретное желание. Вот прямо сейчас вы чего-то очень сильно хотите. Что это? Можете писать в комментарии. Я вам могу потом посоветовать в ответы, что вам сделать для карты желаний, если вы напишите мне, какое у вас желание конкретно сейчас. Смотрите, я беру листок формата А4. Просто вот беру листок. Делаю, например, это на белой картонке, либо на цветной картонке. Я на этот листок А4 наклеиваю сначала свою фотографию. Даже забываю, что без моей фотографии это не обязательно. Наклеиваю изображение той точки Б, той новой реальности, к которой я хочу прийти. Если я хочу, например, дом, то я клею интерьеры дома, фасад дома. Клею, например, название города, где этот дом находится. Какое здесь есть самое главное правило в этих фотографиях? Это должны быть фотографии, чего вы на самом деле реально хотите. Многие раньше говорили, что нужно вырезать фотки из журналов. Но часто эти фотки, вы смотрите на них, они у вас прям не откликаются. То есть, например, вы хотите выйти замуж и ищете какие-то нереальные крутые свадьбы, которые миллион долларов стоят. Это свадьба, платье, которое за 10 миллионов, например. А вы, например, вообще обычная девчонка, вы просто хотите замуж. Вам нужно найти фотки, например, из ЗАГСа вашего города. Просто найти, рассказывайте, в интернете, в Одноклассниках, то же самое, в ВКонтакте, среди свадеб. И эти фотки распечатаются. То есть, это будет пара, похожая на вас, например, в этом же ЗАГСе, где вы хотите расписаться. Вот это будет круче, понимаете? Тогда у вас конкретно реализуется этот ЗАГС. Вот, эти фотки должны быть приближены к жизни. Если вы хотите дом, квартиру, должны быть конкретные фотки конкретных квартир, реальных для вас. Понимаете, о чем я говорю? Не надо никакого что-то нереального, каких-то нереальных людей. Такого не надо. Чем более близко вам то, что вы видите на карте визуализации, тем лучше это исполнится. То есть, например, я хочу поехать в отпуск. Я визуализирую, не визуализирую, а клею конкретные пляжи с этого места. Подписываю, например, это Гоа. Или если я хочу дом, то я конкретно нахожу дом, который я реально хочу. То есть, я реально заморочилась, найду этот дом конкретно. Не просто дом примерно, какой я хочу. Не так конкретно найду этот дом, и его буду вешать на свою доску визуализацию. Это важно, ребят, это важно. Реальные фотки, первое правило. По поводу себя-не-себя это не обязательно. Если вы хотите себя как-то изменить внешне, то можете себя приклеить. Если хотите пару, то можно какую-то абстрактную пару. Себя не обязательно. Второе, обязательно я всегда прописываю свое желание на этой доске. То есть, я прям пишу, что изображено на этой доске. Мой дом, таких-то размеров, например, 150 квадратов или 300 квадратов. Либо это моя свадьба в таком-то месяце, такого-то года с тем-то человеком, например. Можно конкретного человека на карту вешать, почему нет. Можно ваши старые фотки, например, если вы уже вместе встречаетесь, хотите просто пожениться. Вот у вас, например, можно сделать калаш. Вы, например, в этом ЗАГСе, вы в свадебных нарядах. У вас вот ваши кольца. Это тоже очень классно работает. Дальше, какие еще правила? Кто-то говорит, что нужно делать в определенный лунный день. Я в это вообще не верю, я этим не занимаюсь. Поэтому, например, ученики, которые приходят ко мне на марафон исполнения желания, они могут начать его в любой день. Не нужно привязываться к никакому дню. Вы можете начать исполнять свое желание в любой день прямо сейчас. А лучше прямо сейчас, да? Потому что зачем откладывать на потом? Потому что жизнь-то проходит. Давайте уже сейчас своих целей добиваться, да? Чем раньше вы загадаете желание, чем раньше вы сделаете доску визуализации, чем раньше вы пропишете свое желание, тем быстрее оно вообще в принципе исполнится, да? Не ждите до пенсии, пока начнете делать из своей жизни что-то достойное. Не привязываемся к умному дню. Также я не привязываюсь к секторам по фуншую, там, да? Я вообще на это не смотрю. Я просто клею туда, куда мне надо. Делаю калаш такой. И следующее, очень самое важное правило, вот самое важное. Вариант, что вы сделали доску визуализацией и положили ее в шкаф и забыли про нее. Такой вариант вообще не катит. Это не наш вариант. Я всегда на самое-самое видное место вот эту вот доску визуализации вешаю. Над своим рабочим столом. На холодильник. Куда угодно, чтобы я ее каждый день видела. И не просто смотреть на нее, но смотреть и радоваться. Смотреть и думать, господи, как же хорошо там будет в этом будущем. Как же я счастлива, что это все исполняется. Как же я счастлива, что это все мое. Именно за что этого это исполняется. У меня такое было очень часто. Я делала карты визуализации на фигуру. Все это реализовалось. У меня даже потом в купальник точно такой же почему-то купился. Я даже не помнила об этом. Потом смотрю, у меня на этой карте желания точно такой же купальник. Хотя дело было не в купальнике, а в теле. Но тело тоже исполнилось. Я похудела до нужных размеров. Также у меня на карте желания были путешествия, которые я хотела, странные, которые я хотела посетить. все это реализовалось, делайте обязательно свою карту желаний и не занимайтесь ерундой по поводу того, как это должно там по фэн-шую быть, да, или когда делать, делайте прямо сегодня, обязательно делайте коллаж из того, как должна выглядеть ваша будущая реальность, так ваше желание обязательно очень быстро исполнится, потому что все это работает очень круто. Если вы хотите узнать, как я исполняю свои желания, какие у меня отсутствуют табу, против чего я и за чего я, как у меня исполнялись мои желания, приходите на мой мастер-класс, ссылка под видео, я там буду рассказывать, как я исполняла свои желания про работу и про квартиру, и про личные отношения, и там про все-все-все, будет очень интересно. Подписывайтесь на мой канал, с вами была Елизавета Волкова, ваше желание исполнится, если только вы начнете прямо сегодня, и будете уделять им время хотя бы один раз в день в течение месяца. Желаю вам удачи, пока!